ПЕСНЯ Ну и что, готовимся к стартовому свиску. Он прозвучал. И давайте познакомимся ближе с составами играющих команд по позициям, по расстановкам. Она немножко разная. Суханов выполняет практически все стандарты. Подача на плечи снова. И не забивает Ленинградец. Вот первый по-настоящему опасный момент в этом матче. Ну, Любаков здесь на линии оставался до конца. Вот есть зазор между зонами футболистов. Тюмени ударил, Любаков плачет мяч. Опаснейший удар сейчас был. Это Никита Разманов бил. И еще один уже четвертый угловой будет. Но вот сейчас посмотрим. Постепенно игру от собственных ворот отодвинуть. Удар. Хороший удар. Даня. Любаков. Ну, конечно, мог там шажочек сделать и не падать. Но с другой стороны красиво же, да? Подача справа. Ой, здорово. 1-0. Видно было, потому как мяч летел, что до Печенкина он доберется. Ну, а там уже свое дело Никита знает. Уже развернулся спиной, по сути, к воротам. Нет. Не затылком, но так макушкой, что ли, скажем. Раз центральные защитники вперед ушли к чужим воротам. Подача на Даню. Удар. Два-гой. Два-гой. И второй центральный защитник забивает Руслан Байтуков. Вот это да. Нужно было играть на выходе. Да, и практически мяч летит через вратарскую и заметался здесь. Да, здесь ошибка вратарская. Все-таки вратарская ошибка, действительно, заметался и не успел в итоге ближний закрыть. Байтуков очень здорово отклеился от соперника. Работает на Тюмень. Виляев. Ух, кто здесь? И что здесь? Пенальти. Это пенальти. И это грубейшая ошибка тоже Хвостина, которого мы только что похвалили. Причем я сейчас хотел Беляева похвалить. Он позиционно, грамотно очень сыграл. Если сейчас забивает. Ну, смотри. Удар. Очень спокойно, очень уверенно забивает Маркелов. И посмотрите, как Самойлов на руки просто взял своего капитана и понес. Как команда переживает друг за друга. Действительно, прекрасная атмосфера и в раздевалке на поле у футболистов Тюмени. Атмосфера невероятная. Да, и прямо сейчас как раз около моей позиции все друг другу пять отбивают. Появляются свои воспитания. Хороший контракт. Можно вернуть мяч? Нет. Другое решение. Расстрел на дальнюю. Подбор за Тюмень. Бем. Ой-ой-ой. Бем забил. И 4-0. Да, с рикошетом забивает Бем, но это не важно. И Кобялко там еще добегал на дальнюю штангу. Довольный балетики. Прострел. Вроде бы мяч Дашитова не долетел. Но подбор за Тюмень. Здесь же набегает Бем. Посмотрите, как здорово Бем сыграл. Да, там нашел мяч в спину соперника. Да, Валерия Коптилова мяч угодил. Но, тем не менее, Бем-то и так бил в створ воров. Бем-то его помнит и говорит, что я все-таки благодарен Сергею Константиновичу. Звучит финальный свисток. Прямо сейчас отправлюсь на позицию, чтобы побеседовать с игроками Тюмени и Ленинградца. Да, завершился матч между Тюменью и Ленинградцем. Завершился крупной победой хозяев со счетом 4-0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова